Кронштейн Кронштейн Дамбы, гидротехнические сооружения водопропускные и судопропускные проходят поперек Финского залива. Просто поражает воображение. Все это посреди моря. Вот по такой масштабной конструкции мы и едем на экскурсию в Кронштадт. Я еще не знаю, что будет впереди, но уже дух захватывает. В Кронштадте нас сразу привезли сюда, на эту площадь, к этому собору. Экскурсовод в автобусе отметила, что она хочет нас сразу поразить великолепием этого храма. И ей это удалось. Действительно, собор просто прекрасен. А в такую погоду все сверкает, все блестит, небо голубое ясное. Высота купола такая, что он может служить ориентиром для кораблей. Морской Никольский собор. Так называется этот светло-изящный храм. Последний и самый большой из морских соборов Российской империи. Он был освящен в 1913 году. Спустя 100 лет Священный Синод Русской Православной Церкви назвал его главным храмом военно-морского флота уже нынешней России. Морской собор стал памятником морякам и священникам, погибшим на российском флоте. И неважно, как вы относитесь к религии или армии, но в этот храм хочется зайти. Он как-то больше о людях. На черных мраморных плитах. Всего их 130. Имена погибших моряков. А георгиевские ленты и триколоры. Так уже современники выражают свои чувства здесь. В этом соборе на полу мы должны увидеть морскую пучину, а наверху звездное небо. По крайней мере, такие ассоциации и ощущения должны возникнуть. План собора повторяет Святую Софию в Константинополе. Только пропорции немного другие. Внутренняя отделка выполнена в византийском стиле. Все отмечают ее богатство, тонкий вкус и высокое качество. Снаружи храм выглядит весьма компактным. По-настоящему оценить масштаб и красоту морского собора можно только внутри. Он просто нереально огромный. Вот эти люстры, но потолком, они особенно центральные. Это просто что-то невероятное. Службы в храме проходили вплоть до конца 1927 года. А потом понеслось. Колокола и кресты сбросили, роспись куполов и стен закрасили, открыли кинотеатр. Театр еще через пару десятилетий переоборудовали в концертный зал. Потом собор стал филиалом музея. Реставрация понадобилась серьезная, чтобы мы могли увидеть храм таким, каким он был в начале прошлого века. Да, собор, конечно, действительно поражает. Он просто великолепный. Такой какой-то размах, простор, люстры необыкновенные. Я таких нигде не видела. И, конечно, этот храм, он очень светлый. Этим он тоже поражает. Мне кажется, это одна из самых светлых, праздничных и нарядных православных церквей, которую я когда-либо видела. Так совпало каким-то странным образом, что мы в Санкт-Петербург приехали накануне Дня военно-морского флота. И в Кронштадт мы тоже прибыли накануне этого праздника, который для этих мест, для этих городов имеет, конечно, свое особенное значение. Именно здесь он появился после ряда побед, которые Петр одержал. И я вот заметила со всеми этими совпадениями, я, оказывается, еще и в тельняшечке. Тоже, кстати, не думала, когда надевала, что так буду в теме. Храм невероятно интересен. А что же сам Кронштадт? Почти весь он до сих пор находится внутри крепостных стен. Город-порт расположен на острове Котлин и сейчас является районом Санкт-Петербурга. Исторический центр Кронштадта входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Название, кстати, означает «коронный город». У Петра I были большие планы насчет Кронштадта. Этот город мог стать столицей Российской империи. Но потом планы императора поменялись, и столицей стал Санкт-Петербург. Со всех сторон Кронштадт окружен водой. До Санкт-Петербурга 48 километров. Город военный. Лишь в 1996 году он перестал быть закрытым. Въезд для россиян и иностранцев теперь свободный. Некоторые отправляются в Кронштадт, чтобы посмотреть его форты. Сейчас многие из них заброшены, но в свое время оборонительные сооружения не раз помогали защититься от нападений. Вы представляете, что вся береговая линия туда, к Ленинграду, в Чехск-Санкт-Петербургу, была захвачена немцами. Еще 15 сентября 1941 года, второй половине дня, немцы перерезали морское шоссе и вышли в сторону Стрельной. Бои шли дальше, и 21-22 сентября шли бои уже в Петергофе. 23-го утра немцы вошли, а сюда они не могли. Не оттуда с запада шли, не оттуда уже с востока. Образовался плод с даром. 65 километров примерно по береговой линии, и вглубь прострелили мы на 25-30 километров. Там держалась 8-я армия. Кронштадт не захватили. Он оказался в втором кольце обороны. Чтобы осмотреть морские окрестности Кронштадта, мы тоже выйдем в воды Финского залива. Нас ждет удивительный прогулочный паром – Риппер Банк. Сейчас мы на борту парохода 1954 года постройки, и, как уверяет экскурсовод, нас это должно радовать, потому что на борту этого парохода выступали Битлз, Роллерс, Хонс, Бэквинн. На пароме воссоздан интерьер 60-х годов. В свое время Риппер Банк был самым популярным судном для музыкальных вечеринок и прогулок по Эльбе. Назван в честь улицы в Гамбурге, известной своими клубами, дискотеками и вольным творческим нравом. И вот все эти артисты, фотографии которых вы видите на верхней и на нижней палубе, любили они здесь присутствовать, отдыхать, давали даже свои импровизированные концерты. Есть массы тому свидетельств, фото и видеоматериалов. Как этот кораблик оказался в Кронштадте? Очень просто. Одна из местных компаний купила его в Германии. И к нашему всеобщему счастью новые владельцы решили вернуть легенде музыкальную славу. Места занимайте на лавке возле флагштока. Она особенная. Фотография на спинке сидения 70-го года одного из немецких изданий, где на фоне этого флагштока сфотографирована группа Rolling Stone в полном составе. И вот те места, где они сидели, когда фотография сделала, делалась на скамейчиках. Эти места обозначены. Для некоторых место знаковое. Пусть Терри Пербан исторически не связан с Кронштадтом, но зато с любого корабля открываются потрясающие пейзажи. С весьма близкого расстояния можно рассмотреть оборонительные сооружения. Все это памятник фортификационного искусства мирового значения. Форт император Александр I, его еще называют чумной, использовали не только военные. В конце 19 века ученые на уединенном островке разрабатывали вакцины. Потом началась Первая мировая, врачей призвали в армию, а форт выжгли. Великий князь Константин, одно из самых крупных артиллерийских фортификационных сооружений Кронштадта, тоже давно не используется по назначению. В 1960-х он был разоружен и разграблен. Какое-то время там стояла автобаза. В начале 2000-х проводили фестивали электронной музыки. Теперь форт развивается как культурно-исторический центр и яхт-клуб. Сейчас очередная партия российских туристов отправится на прогулку на этом пароходе. Очень атмосферно в Кронштадте. Почти ничего бьющего по глазам современного. Повсюду старинные здания и памятники. Вот Петр I, например, стоит с 1841 года. А это неприметное сооружение называется Фудшток. Один из старейших в глобальной сети уровневых постов Мирового океана. Вот это невзрачное здание называют Пуп Земли. Здесь отмечается уровень Балтийского моря. Метеорологи каждый день следят за этим уровнем. И именно по этому уровню в России измеряются все глубины и высоты. Помните, когда говорят «столько-то над уровнем моря»? От нуля кронштадтского фудштока и производят измерения всех высот на всей территории России. Кронштадт – небольшой город, всего чуть больше 40 тысяч человек. Но очень интересный. Все как-то по-особенному, по-своему пропитано значимыми событиями, историей, мужеством. Следы бомбардировок, наводнения остались, но стоят. Когда такие здания строили, представляете, после каждой кладки нагревали на костра утюги чугунные и проглаживали швы наружные. Кронштадт не вызывает ощущения музея. Он живой, все здесь работает. Вот я украдкой пытаюсь снять воинскую часть, действующую. Может быть, конечно, и не стоило так шифроваться? Почему-то никто за мной не побежал. Ну, вы же понимаете стереотипы. Идем дальше. В порту стоят корабли, самые разные, в том числе военные. Тоже никто не контролирует туристов с камерами. Летом 2015 года мы застали здесь еще одну знаменитость – океанографическое исследовательское судно. Здесь сейчас стоит корабль «Адмирал Владимирский». Вот этот белый корабль за моей спиной. И он набирает сейчас экипаж, чтобы отправиться в Антарктиду. Так что нам даже предлагают, при желании, можно поучаствовать в этой экспедиции. И снова звезда на судоремонтном заводе крейсер «Аврора». Сейчас он уже вернулся в Санкт-Петербург. Столько кораблей здесь все-таки разные. Конечно, впечатляет. В Кронштадте многое впечатляет. Там нет такого искусственного, когда только для туристов. Гуляешь по улочкам военного городка императорской России. Здания не в идеальном состоянии, но они не вылезут. Это только создает нужную атмосферу. Современная штукатурка часто многое убивает. Конечно, я не хочу этим сказать, что не надо следить за городами. Надо, но аккуратно и деликатно вести всякие реставрации. Получается, к сожалению, не у всех. И места с похожей очень особенной энергетикой сейчас все сложнее найти. Знаете, по ощущениям это так, словно гостям лишь позволено взглянуть на реальную жизнь форпоста. Так задумаешься, глядя по сторонам. А потом и не сразу сообразишь, какой век на дворе. А на прощание мне захотелось еще раз прикоснуться к Балтийскому морю. Вот питаю я к нему нежные чувства, как и к российским городам на его берегах. Разуваться и мочить ножки я не буду сейчас в этом Балтийском море, Финском заливе. А вот ручками можно. Спасибо. 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 Спасибо.